Если масложор невозможно победить, его необходимо сделать нормой и сказать всем покупателям, что так и должно быть. Примерно так считают современные инженеры, которые ежегодно приучают нас к тому, что жрать масло литрами – это нормально, даже для нового движка. В своих попытках оправдать ущербность собственного детища, автопроизводитель закладывает в допуске нереальный расход масла, который порой может достигать отметок в 1 литр на 1000 км. Такой трюк автоматически снимает с них любую ответственность за дефективные моторы, которые неисправны уже практически с конвейера. Объявить большой расход масла в двигателе нормой позволяет избежать многомиллионных судебных исков от недовольных покупателей, которые, грубо говоря, задолбались покупать масло канистрами и лить их в эти шедевры мирового автопрома. В кавычках. Ну, короче, мы типа предупреждали, у нас это самое, моторы кушают масло, так нехило по литре на 1000, поэтому ничего исправлять по гарантии мы это не будем. Вот. Вот это да. Возвращаясь в адекватную реальность прошлых лет, напомню, что еще не так давно допустимой нормой считалось, когда мотор берет масло не более 1 литра на 8-10 тысяч км. Иными словами, нормой всегда было и есть, на мой взгляд, когда вы от замены до замены доливаете в движок не более литра масла. О том, почему возникает масложор, я уже как-то рассказывал. Сегодня хочу помочь тем, кто столкнулся с этой проблемой и ломает голову над вопросом, как снизить высокий расход масла, при этом избежав капремонта мотора. С меня интересный ролик и полезные советы, с вас лайк и подписка. Погнали! Пункт 1. Утечка масла наружу. Сальники и прокладки. Итак, первым делом необходимо убедиться в том, что масложор действительно есть и что это не банальная течь из-под сальника или прокладки. Двигатель имеет большое количество слабых мест, через которые смазка при тех или иных обстоятельствах может утекать из системы. Например, следует уделить внимание прокладке клапанной крышки, сальником коленвала и распредвала, сливной пробке, масляному фильтру, который тоже нередко может пустить. На турбовых экземплярах следует обратить внимание на герметичность трубок масляной подачи и так далее. 2. Турбокомпрессор. Если речь зашла о турбированных моторах, то прежде чем искать различные чудо-присадки или гуру по капремонту двигателя, убедитесь, что улитка не пустилась во все тяжкие и не стала пить масло ведрами. Очень популярное явление, когда после ремонта турбины пропадает и масложор. Проведите поверхностный или детальный осмотр турбокомпрессора и всех его деталей. Убедитесь в том, что масло не прет во впуск, где успешно сгорает синим пламенем. Самое неприятное заключается в том, что при таком раскладе не так жалко денег на моторное масло, сколько на предстоящий капремонт. Если оставить все как есть, то умирающая турбина не только сожрет все масло и лишит вас динамики, но и загадит вам всю поршневую, а также драгоценный в прямом смысле слова катализатор. Про ошибки эксплуатации турбомоторов у меня имеется ролик, ссылку найдете под этим видео. Едем дальше. Пункт номер 3. Замените масло. Нет, речь не о плановой замене моторного масла, а о полноценной замене марки моторного масла. Смена производителя моторного масла порой помогает несущественно снизить расход. Но есть и более рабочие способы, например, переход на моторное масло большей вязкости. Такой трюк иногда позволяет без оперативных вмешательств избавиться от такой болячки, как масложор двигателя. Если двигун в годах и грешит неистовым аппетитом к смазке, можно предположить, что у него имеются проблемы с СПГ, то есть цилиндропоршневой группой. Жидкое масло плохо собирается с трущихся поверхностей из-за увеличенных зазоров в деталях, поэтому до того, как мотор прогреется до рабочей температуры, какая-то часть масла просто сгорает вместе с топливовоздушной смесью. Переход на более вязкое масло, возможно, не решит проблемы износа поршневой группы, однако, безусловно, позволит снизить расход масла в разы. Например, если при покупке вашего авто ему было показано масло 0W20 или 5W30, то по прошествии 10 и более лет при условии появления масложора можно перейти на более вязкий вариант, например, 5W40. Лить прям супер густое масло тоже не стоит, всему есть предел и мера, но небольшое увеличение вязкости такому двигателю, безусловно, пойдет на пользу. Четвертым пунктом у нас идет стиль езды и условия эксплуатации. Такие важные факторы зачастую имеют прямое отношение к тому, что движок ест масло в больших количествах. Если ваше авто рабочая лошадка, которую вы не стесняетесь нагружать по полной, или же вы по своей натуре гонщик и любите дать под хвост при каждой возможности, то вам не стоит удивляться тому, что мотор подъедает масло. Не меньшим злом считается езда на низких оборотах, проще говоря движение в пробках и тянучках по несколько часов в день. На минимальных оборотах возникает дефицит давления в цилиндрах, что приводит к увеличению слоя масляной пленки на стенках цилиндров, который при воспламенении сгорает, отлагаясь в виде нагара на кольцах и поршнях. К этому пункту добавим зимние поездки на короткие дистанции, во время которых мотор просто не успевает прогреться до рабочей температуры. Такие условия эксплуатации нельзя назвать оптимальными, они тяжелые для силового агрегата и ряд цепных реакций в виде перерасхода масла, закоксовки ЦПГ и засорение катализатора со всеми вытекающими просто неизбежны. Исправьте это и, возможно, вам удастся понизить масляный аппетит вашего мотора. Но это не точно. 5. Раскоксовка двигателя. Ну и вслед за предыдущим пунктом считаю вполне закономерно упомянуть пресловутую раскоксовку двигателя, которой многие приписывают чудодейственные свойства. Если предварительная проверка показала закоксованные маслосъемные кольца, не спешите паниковать и впадать в депрессию. Вашему горю можно помочь, причем без капремонта. Современная химия способна творить чудо и, если подойти к его выбору с умом, можно быстро и эффективно избавиться не только от гадости в цилиндрах, но и закрыть тему масложора. Отмечу, что не все средства дают результат. Это раз. Второй момент, бывают слишком запущенные случаи, в которых одной химии решить вопрос не удастся. Поэтому объективно оценивайте ситуацию и покупайте химию для раскоксовки лишь в том случае, если вы уверены, что это поможет. 6. Вентиляция картера. Принцип работы системы вентиляции картерных газов довольно прост. Ее задача отводить масляные пары из картера двигателя, одновременно отсеивая мельчайшие частицы масла. За фильтрацию масла отвечает маслоотделитель, от исправной работы которого зависит очень много. Когда маслоотделитель забивается, фильтрация мелких масляных капель нарушается, в результате чего большая их часть беспрепятственно поступает во впуск. Далее горячее вязкое масло заклеивает собой впускные клапаны, образуя слой нагара на седлах и тарелках клапанов, а также в самих цилиндрах. Ситуация усложняется, когда заклинивает клапан системы вентиляции картера, отвечающий за регулировку давления в картере. В итоге масло в больших количествах попадает во впуск, а далее в цилиндры, где, сгорая, загрязняет цилиндры и выхлопную систему вместе с катализатором. Решений данной проблемы есть немало. Одним из таких является промывка маслоотделителя и клапана вентиляции. Есть также вариант с доработкой штатной вент-системы путем установки дополнительного маслоотстойника. Такие методы может и не решат проблему полностью, но по крайней мере позволят избежать тотального загрязнения и образования толстого слоя нагара во впуске и цилиндрах, а также во всей цилиндропоршневой группе. Седьмой пункт. Присадки в двигатель. Есть немало тех, кто при малейших непонятках с мотором сразу бежит покупает пакет различных присадок и льет все это дело в мотор, пытаясь таким образом полечить двигатель от всех болезней сразу. Причем не только полечить, но и получить существенную прибавку к мощности в придачу. Однако порой реанимировать движок, который кушает масло ведрами, дорогой химии не под силу и деньги летят в трубу вместе с пустыми обещаниями создателей этой химии. Но это не значит, что все присадки в двигатель не имеют права на жизнь. Нет. Есть неплохие экземпляры, способные понизить расход масла путем повышения его вязкости, а также реанимации резиновых уплотнителей. Присадки повышают плотность и эластичность резиновых соединений, а также сальников, тем самым сокращая утечку смазки в разы. Другая разновидность чудо-химии – присадки, образующие на поврежденных поверхностях трущихся деталей прочное защитное покрытие. Моторам с приличным пробегом, имеющим определенный износ, нередко удается вернуть часть утраченной мощности путем добавки таких восстанавливающих присадок. Заполняя трещины и неровности, образуя прочный слой, присадки уменьшают зазоры, сквозь которые уходит масло. Помимо этих эффектов, они могут хорошо отмывать отложения и нагар, возвращая цилиндропоршневой группе былые свойства. Правильный подбор нужных присадок может помочь решить проблему повышенного расхода масла. Однако важно помнить о том, что риск навредить и сделать еще хуже присутствует всегда, поэтому будьте бдительны и пользуйтесь ими лишь в крайних случаях. 8. Маслосъемные колпачки Следующий способ снизить расход масла без капиталки, это заменить маслосъемные колпачки, естественно при условии, что в этом есть необходимость. Процедура порой очень эффективна и позволяет получить прекрасный результат. С годами маслосъемные колпачки теряют упругость, могут покрываться трещинами и в конечном итоге начинают пропускать большое количество смазки. Вместо снятия излишка масла изношенные колпачки пропускают его, после чего оно беспрепятственно стекает по клапанам в камеру сгорания. Заменить эти колпачки бывает непросто, но по сравнению с капремонтом это сущие пустяки, уж поверьте. Если ничего из перечисленного выше ни к чему не привело и мотор по-прежнему пьет масло как гребаный индеец, то у меня плохие новости для вас, вам придется делать капремонт. Что именно придется менять и дорабатывать, сказать не могу, все зависит от конкретного случая, но то что расходы вас неприятно удивят, это я вам гарантирую. Есть правда и другие варианты, например заменить мотор в сборе. В таком случае необходимо предварительно подсчитать, что в конечном итоге будет удобнее и выгоднее именно для вас. У меня все, если вы знаете другие способы как победить масложор и понизить расход моторного масла, то обязательно и непременно напишите об этом в комментариях, возможно именно ваша рекомендация для кого-то окажется спасительной. Спасибо за внимание, если ролик понравился, оцените его и подпишитесь на канал. Если уже подписаны, поддержите ролик репостом, я думаю вашим друзьям такая инфа тоже будет полезной. Всем пока, берегите себя и до новых встреч на канале знать полезно.